Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту посетите, пожалуйста, сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. 1825-1826 года. Поэма «Телема и Макар». Читает Евгения Хазанова. «Телема пламенно, игриво, но чересчур нетерпеливо. И непременно прельщина то тем, то этим. Беспокойство всегда душа ее полна. Любила толстяка она. Совсем иного с нею свойства. Макар не тужит ни о чем. Ему покой всего дороже. С весельем шумным не знаком. Он не знаком со скукой тоже. Заснет он ночью крепким сном. Едва глаза свои зажмурит, поутру станет молодцом. День целый после балагурит. В любви причудливой своей к Макару часто нестерпимой была Телема. Милым ей хотелось быть боготворимой. Однажды, чем-то оскорбясь, увлекся живостью сердечной, в упреках горьких излилась пред ним она. Макар беспечный покинул бедную, смеясь. Без друга скучно и уныло тянулись дни. Из края в край за ним бежать она давай. Жить без Макара тошно было. Надежды детскую полна, приходит в царское она. Того ли встретит, или другого? Не здесь ли, милый мой дружок? Макара нет ли дорогого? Никто без хохота не мог услышать имени такого. Какой Макар тобой любим? Как разлучилась это с ним, что он, голубушка, задива? Она в ответ нетерпелива. Нет лучше друга моего. Благоразумен, доброхотен, веселонравен, беззаботен. Все любят искренне его. Не ненавидя никого, он сам никем не ненавидим. Ступай, ответствовали ей. Здесь нет его. Таких людей мы при дворе совсем не видим. Решилась далее идти, моя беглянка молодая. Заходит в лавру по пути. Макара мирного найти всей мирной пристани, мечтая. Ягумен ей. Признаться вам, его мы долго поджидали. Но, признаюсь по пустякам, Приют от бурь житейских нам В замену стены нашей дали. Один неласковый чернец сказал вертушке наконец. О чем вы слепо возмечтали? Найдется ль полно? Ваш беглец на том уж свете мы слыхали. Селему набожный мудрец Чуть не взбесил таким приветом. Его найду я, мой отец. Не беспокойтесь об этом. Нет, о Макаре дорогом Не понапрасно я тоскую. Одна я жизнь ему дарую. Не может быть он в мире том, Когда я в этом существую. Но где же встречу друга я, Мечтает странница моя? В столице? Что же, ну чудесно. Между певцами, верно он, Которыми изображен он Столь искусно и прелестно. Один из них ей молвил так. Вы обманулись и никак. Не появлялся, к сожалению, И между нами ваш чудак. Его поем мы кое-как, По одному воображению. Совет пред нею. На него взглянула странница И мимо. Нет, для Макара моего Такое место нестерпимо. Там нет его. Не спорю в том, Прелеститься мог бы он двором. Двор полон чудного угара. Но за присутственным столом Век не увижу я Макара. Надеясь друга повстречать, Телема стала навещать гулянья, Зрелища столицы, Ко всем заглядывала в лица По пустякам. Приглашена в дома блестящие она, Где те счастливцы председают, Которых светским языком Людьми с утонченным умом, Людьми со вкусом называют. Они приветливы лицом, Речами веселы, свободны И с милым сердцем беглецом Ей показались очень сходны. Но чем с Макаром дорогим Похожей быть они старались, От сходства истинного с ним Тем очевидней удалялись. Тоска печаль ее взяла. Наскуча бегать по пустому Из места в место Побрела она тихохонько до дому. В давно покинутый приют Приходит странница. И что же? Уже Макар с улыбкой тут Подругу ждал на брачном ложе. Со мною в мире и любви, Он молвил, с этих пор живи. Живи, а лишним не тоскуя, И коль расстаться вновь со мной Не хочешь, Нрава тишиной себе приязнь Мою даруя, От угождения моего Не требуй более того, Что я даю, Что дать могу я. Конец поэмы Телема и Макар Читала Евгения Хазанова Бостон, апрель 2015 год Продолжение следует...